Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ежедневные награды за Лигу Мастеров я забираю. Мне хотелось бы узнать, остался ли я в Мастерах или меня сбросили? Как вы думаете, а? Я думаю, что меня сбросили. Это однозначно. Я буду удивлен, если я там остался. Так, давай-ка мы заберем с тобой ревер за задание, так, сразиться в боях, пройдите серию испытаний. Это все я сделаю. Так, посмотрим. Турнирная арена. Да, друзья мои, Лига Сюгнов, да еще к тому же ранг 70-й. Ладно, мы туда с вами быстренько вернемся, поднимемся, так сказать. Это ничего страшного. Так, в магазине. Дайте-ка посмотрим что-нибудь. Ага, у нас все это есть. По монеткам у нас 85 монет. То есть мы с вами можем что-то приобрести. Вот только что для меня вот эта вот проблема на самом деле. Я не знаю. Можно в принципе... Так, у нас оригиналы все. Может быть, Донателло приобрести? У нас будет с вами 37 ДНК из 50. Да, пожалуй, я так и сделаю. Или осколки. Но на осколки у меня не хватит, только лишь на серебряный... Да, давайте, наверное, все-таки мы с вами Донателло приобретем. 3 ДНК, так уж и быть. Так, 110 этих жетонов. Это все ерунда. Так, давай-ка мы теперь посмотрим, знаешь, что... Что мы будем с тобой прокачивать. Во-первых, мне нужно как-то заработать мутагент, чтобы поднять Бакстар Стокмана до 80 уровня. И давай посмотрим, что здесь. Нам не хватает всего лишь 7 джойстиков. 7 джойстиков. Давай попробуем. Так, первый мы с вами нашли. Тут, как всегда, неудачно. Здесь тоже неудачно. Попробуем теперь здесь вытащить. Ага, второй нашли. А нужно 7, да? Третий. Остается только лишь 4. Вот здесь шансов, наверное, будет побольше. Ага, побольше. Как всегда, не везет мне. Геймпад. Ну почему не выпадает джойстик, а? Друзья. Почему не выпадает? О, смотрите-ка. Может быть, надо почаще просто говорить слово джойстики? Он будет тебе выпадать? Ты прикинь, если это так работает? Ну, естественно, ребята, это все шутка, прикол. Но, тем не менее, как видите, мы с вами вытаскиваем потихоньку. Так, подождите, а сколько вообще мне нужно еще их получить? Еще 2. Всего лишь 2. Ну, ладно, давай сделаем с тобой 5 попыток. Раз. Неудачная. Два. Неудачная. Три. Неудачная. Четыре. Неудачная. И пятая. Неудачная. Да. Ребят, просто мне жалко, на самом деле, мои телепорты. Лучше мы с вами в следующий раз попробуем вытащить. Сегодня, как видите, не задался денек у нас. Так, поднять уровень персонажа и пройти одну серию испытаний. Давай серию испытаний быстренько с тобой пробежим. Кстати, нам пройти вот здесь, да? И вот тут. И мы с вами получим сундучок. Суперский. Насколько вы помните. Так, подожди. Нам нужно здесь аккуратненько, очень аккуратненько пробежаться, чтобы у нас никто здесь не погиб, да? Чтобы у нас было все идеально. Ну, я уже приналовчился. И, можно сказать, у меня все получается очень хорошо. Я играю аккуратно. Именно на вот этих вот испытаниях из другого измерения. Так, давай-ка мы с собой накроем. Вот, ага, ага, накрыли. Вот, смотрите, опять, опять, ребята, 25. Они опять начинают мне бомбить майки. Я не знаю, вот руки у них просто чешут, чтобы завалить моего Микки Ланджело. Не дают они мне спокойно здесь им поиграть. Из-за этого мне приходится очень часто применять отхил. Смотри, сейчас. Ага, уже чего? Ты посмотри, сколько здоровья у Железноголового осталось. Эй, так дело не пойдет. И мы попали еще и к Шреддеру. Слушай, здесь нужно нам срочно либо хилиться, да? Либо вешать уклонение. Иначе Шреддер просто разберет Железноголового. Поверь мне, он не будет здесь тютюкаться. И он, по-моему... Так, провок... Нет, какая провокация? Не надо никакой провокации. Будем просто вот так его сжарить. Ммм... Я даже не знаю, что сделать. Я боюсь потерять его, на самом деле. Железноголового. Так, мы заблокировали способности. Это уже хорошо. Плюс отхил от Лео. Замечательно. И видишь, что он делает? Он еще и постепенный урон повесил. Нам нужно как можно быстрее забомбить Шреддера, чтобы мой Железноголовый здесь не погиб. Все, нам повезло. Но пойми, когда мы с тобой начнем следующую, да? Партию игр, у Железноголового здоровья не прибавится. У него так и будет половинка ХП. И, как всегда, враг будет бомбить именно его. И не дай бог же, попадется такой, который наносит удвоенный урон по нему. Соответственно, он сразу же сфейлится. Ну что же, забираем здесь. Так, поднять уровень персонажа. Ну, у меня не хватает Мутагена. Я хочу сегодня Бак Страстокмана перевести на 80-й левел. Ну что же, поехали на турнирную арену. Дальше, как говорится, возвращаться в Лигу Мастеров. Может быть, у нас получится на этой неделе подняться до Лиги Мастеров в две звезды. Только лишь для того, чтобы получить как можно больше платиновых осколков. Ну что, у нас тут Клау, Сергий и Дусио. Дусио. Будем мы начинать с вами, скорее всего... Ага, тут покупкам слабовато. Значит, нам нужно брать Дусио. Давай Дусио возьмем. За счет Лео, что ли, нам выползти? Или же... Да, давай за счет Лео поиграем маленечко с тобой. Хотя, опять же, вы скажете, Рейн, ты же обещал не тратить телепорты и так далее и тому подобное. Ну, да, ребят, обещал. Но осколки-то охота получить, согласись. Чем быстрее мы с вами проапаемся... А нужно ли мне здесь Рахзар? Или же мне лучше взять Армагона? Хиллер у них есть, морзильная кошка. Слушай, тоже вопрос интересный. Успеет ли она отхилить свою команду или нет? Или все-таки у меня Леонардо ее подобьет быстро, как говорится, и безболезненно? Давай проверим. Если она не упадет, это будет плохо. А она упала. Значит, добиваем всех остальных и у нас все хорошо. Да, ребят, я, наверное, сейчас все-таки, как только заберемся в Лигу Мастеров, я Леонардо прекращаю брать и будем драться чисто своими силами. Ну, давай-давай-давай, прогружайся быстрее. Кстати, опять же, вы заметили, да, что 5 марта у нас было обновление, исправление каких-то ошибок и так далее и тому подобное. Многие ребята, которые не закрепили свой аккаунт, как я вам говорил, к Фейсбуку, могли потерять все свои достижения. Так что, ребята, еще раз вам напоминаю, всегда присоединяйте свой аккаунт. Всегда. Либо в Гугл Плей, либо в Фейсбук. Но, по-моему, в Гугл Плей можно потерять. А вот на Фейсе уже точно 100% ты не потеряешь. Так, ну что, поехали дальше. У нас с вами ранг 54. Нам нужно еще с вами как минимум пару боев сделать. Это Андрюха, Жозе и Сергей. По кубкам они абсолютно все одинаковые, но слабее всех, по-моему, здесь будет у нас Серега. Поэтому будем брать его. Обратно возьмем Леонарда. Боксер Стухон, отойди. Возьмем вот таких вот слабых наших героев. И надо кого-то посильнее взять. Но это не Ваня будет однозначно. Это будет, скорее всего... Это будет, скорее всего, Железноголовый. Почему Железноголовый? Ну, у него есть провокация. У него также есть массовая атака ракетами. Думаю, мы здесь с вами выкрутимся. Погнали. Естественно, вертушка от Лео. Смотрим результат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Бомбим. Добиваем, так сказать. Вот, в принципе, для чего мне здесь и нужен был Железноголовый. Кстати, заметь, что враг начал бить Леонарда. Если бы он прописал бы, наверное, нашему крысиному королю, а бил, как мы видели, Шердер, он его мог бы просто завалить. Ну что же, мы переходим с вами на какую? 41-я позиция. Отлично. Отлично. Тут, получается, не пару боев, друзья мои, а где-то боя 3 еще. Смотрите, тут у нас Кейси, Кира и Ди. Ну, я возьму, наверное, Киру. Я возьму Киру, возьмем Леонарда, мы с вами обратно. Возьму здесь Зека и слабеньких наших персонажей. Это будет у нас Тимати, это будет у нас Сплинтер и Ванька Стиранка. Как только добираемся... А мы, в принципе, доберемся, наверное, с вами до Лиги Мастеров, и у меня на этом закончатся герои, поэтому даже играть, как говорится, неким будет. Давай бросим бомбочку от Зека. Слушай, ну Зек очень часто мало наносит урона именно своей бомбочкой, потому что он 77-го уровня. Я, наверное, когда Бакстера переведу на 80-й уровень, буду апать... Так, подожди, стоит ли мне... Давай попробуем так ударить. Буду поднимать по рангу именно Зека. До 80-го уровня хотя бы полюбаску нужно его приподнять, потому что это один из первых, да, наших персонажей. И считается он сейчас как бы из моей вот элиты, он самый слабый. Хотя урон у него на самом деле, ну, божественный. Но зато защита слабая. Но куда мы с вами перемещаемся? На 21-ю позицию. То есть мы перелетели именно 20 ступенек. Так, Елисей. Эндрес и Джо. Я думаю, мы возьмем в этом случае Елисея. Да-да, он такой довольный. Причем Елисей. Жизнерадостный парень. Так, 66-й уровень. А, 67-й максимальный. Поэтому нам нужно здесь немножко быть аккуратнее и взять... Да почему? Автоматически выбирается второй. Я не могу понять. В чем проблема? Из-за чего это все происходит? Взял, короче, я здесь Рафаэля. Не знаю, зачем именно Рафаэля. Я, может быть, хочу встать в провокацию именно им. Не уверен. Но посмотрим, что у нас тут получится. Так, вертушка здесь на уровень 67-й максимальный. В принципе, Лео неплохо здесь сделал. Главное, чтобы Рафаэль не успел отхилить всю команду свою. Ну, паукус. Отличненько. Отличненько все получилось. Разобрали, как говорится, без единой помарочки. И проходим дальше. Кстати, ребята, я прошел испытание, ну, вот, когда я там вчера играл, по-моему, или позавчера. Я не смог найти серию, которую записывал. Как ни странно, представляешь? Не смог найти у себя на компе серию, которую записывал. Поэтому, как только найду, если найду, естественно, выложу ту серию, где я проходил испытание космические странности. Сегодня мы будем проходить испытание День Донни. Так, давай возьмем, наверное, эту тройку, да? И... И вот этих двух. Не слишком слабая команда у нас, а? Получается. Хотя у нас преимущество. Но карейка-то слабенькая. Погоди-ка, а может быть нам убрать с вами... Блин, я не знаю даже, что сделать. У них муха. Хиллер. У меня здесь хила нет вообще никакого. Давай-ка мы, наверное, не будем с тобой рисковать. Сделаем вот таким вот образом. Мне нужно здесь подбить в первую очередь, естественно, муху. Желательно очень быстро. Кто у нас там? А, у них инициатива еще больше. Понятно. Ты понял, да? Что они начинают делать? Танцульки, фигульки, естественно, укрепляют команду. Мне надо встать в провокацию Рокзаром, что очень рискованно. При этом... При этом я, наверное, еще пробафаюсь. Вот так вот. Главное, чтобы Рокзар у нас не упал. Теперь я выпускаю смертельную волну. Ох, слушай, шикарно. Так, тихо-тихо. Это опасный удар. О, нет, ребята. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не позволим. Не позволим с вами погибнуть нашему Рокзару. Не имеет права никто его обижать. Отлично, Донни. Молодец. Красава. Он завалил все-таки твой бибопа. Ну и мы с вами, естественно, проходим дальше. Пока у нас все идет идеально. Без помарочки. Никто у нас не погиб. Бонусы получаем в полной мере. И мы перешли с вами в Лигу Мастеров. 95-я позиция. Ну что же, я так понимаю, у нас сейчас будет с вами заключительный бой. Наталья, Александр и Джозеп. Хм. Надо брать нам с вами... Джозеп. Ладно, я возьму Александра. Так уж и быть. Так, мне надо будет, наверное, Лео вернуть в нашу команду. Тут у нас еще караечка, да? Не отыграла свою роль. И Хан. Но хотелось бы, конечно, Шреддер взять. Ну и возьмем Хана. Так уж и быть. Сейчас, кстати, очень большой риск для меня. Поехали. Так, сделаем с вами танец на уклонение. Майки молодец. Делаем теперь массовую атаку. С возможностью повесить постепенный урон, который нам нужен. Отлично. Великолепно. Бакстер Стопман, правда, избежал этого. Но я надеюсь, Лео все это дело сейчас исправит. Да. Что я хотел, то мы с вами и получили. Всех подбили. Все идеально. Мы с вами закрепляемся где-то на 85-й, надеюсь, позиции. В Лиге Мастеров. Ну-ка. 82-я. Отлично. Ну, как вы понимаете, завтра меня опять сбросят в этом. В сёгуны. Как пить дать сбросят. Ну что же, а мы с вами переходим на испытания. И испытания, ребят, вот я вам говорил, космические странности я проходил. Я не знаю, куда эта серия запропастилась, но я точно знаю, что она у меня записывалась. Вот. Практически все испытание прошло, но это благодаря тому, что, ребят, мне давали вот такую вот команду. И, естественно, я здесь всё разбомбил. Единственная проблема была вот с этими боссами в конце. Ты представляешь, вот этот босс, когда сделал свой лавовый плевок, у меня сразу упали все герои. На последнем этапе были с фулл-хп. Сразу упал Рафаэль, если не ошибаюсь, и железноголовый. Они моментально одуплились от одного плевка вот этого вахламона. А электрический, по-моему, даже не успел пикнуть. Что-то так было. Ребят, если найду, обязательно выложу эту серию. Ну, а пока мы с вами будем проходить День Дони. День Дони меня немножко расстраивает в плане того, что мне дают здесь слабых, очень слабых персонажей. Ну, вы видите, только лишь вот Бакстер Стопман, да, и железноголовый здесь могут как-то ещё подтянуть серию. Ну, а остальные, как вы понимаете, уже будут фейлиться. Где-то на эпизоде, наверное, третьем, четвёртом, может быть, даже пятом. Ладно, у нас всё равно нет с вами выбора. Будем сколько сможем, да, получить ДНК на всяких там разновидностей Донателло, столько и получим. Естественно, мне нужен Донателло какой? Оригинал. Ну, да, оригинала я, наверное, вряд ли доберусь. Хотя, кто его знает. Подожди, что я тут играю? Тут же автобой включается, и всё. А я тут рассусориваю. Естественно, тут 12 уровень. Конечно же, тут всех можно на автобой разбомбить. И так же и на втором, и на третьем эпизоде. А вот дальше уже будет, конечно, под вопросом всё. Ладно, идеальная победа. Мы с вами получаем ДНК на первого нашего Донателло. Это у нас Донателло фильм. Кстати, неплохой вот этот вот персонажик. Так, это у нас, понятно. Вот, вот, Донни видение мне нужен, да? В принципе, и ролевой Донни тоже неплох. Донни космоса на самом конце. Ну, естественно. Космические странности, да, и так далее, и так подобное. Кстати, да-да-да-да-да, я чуть было не забыл. У нас фарм. Я здесь, друзья мои, могу фармить, потому что на три звёздочки, и вы видите, да, черепашки из космоса, они мне нужны. Но это можно будет сделать после того, как я пройду по максималке испытания Донни. Потому что, ну, сыр там тоже надо будет, естественно. Как же, если я сейчас потрачу, мы с вами тогда испытания просто-напросто не будем проходить. Не пройдём. А пофармим уже просто, когда здесь дойдём до предела, до определённого, да, места, где мы не сможем дальше с вами продвигаться, и пойдём немножечко пофармим черепашек, если получится. Потому что, по-моему, когда я проходил космические странности, и я там пять попыток попробовал, и всего лишь две ДНК-шки получил. Там на Донни космос, и, по-моему, на Рафаэля космос. По-моему, было так. То есть, ну, не хотели выпадать, и всё. Выпадали деньги, доллары эти, жетоны выпадали. Но только они черепашки. И не забывайте, что там, конечно же, тратится сыр. Так, ну что, здесь у нас второй эпизод, как видите, тоже пройден довольно удачно. Я бы даже сказал на изи, потому что здесь ничего страшного нету. И вот, вот эта ДНК мне нужна на самом деле. 35-е уровни пока у наших противников. Волноваться абсолютно не о чем. Потому что мы здесь 50-го уровня. То есть, до пятого эпизода где-то, да, я думаю, мы с вами пройдем довольно легко. А вот дальше, дальше будет проблема. Так, и самый слабый-то у меня здесь кто? В компании в этой, по-моему, муха. Ага, у меня муха слабая. И тигр. Но если брать соотношение по физзащите, да, и по атаке, тигр, конечно, превосходит муху. Поэтому за муху нужно переживать в два раза больше, чем за того же самого шархана, тигриного когтя. Так, ну здесь, естественно, Бакстер, Стокман и Железноголовый – это наши фавориты. Конечно же, они всех без проблем здесь смогут размазать. Так, ага, ага, снимает, да? Очищение делает. Ну, видите, да, муха. Вроде 51-й уровень, Донни 35-й уровень. И сколько он своим ударом нанес его повреждений. Всего лишь там две черточки отнял. Это, на самом деле, ерунда. Поэтому я не очень-то я хочу прокачивать именно муху и вместе с Кирби. Кирби мне тоже не нравится. А Кирби, как мы все знаем, это мутировавший отец Эйприл О'Нил. Так, ну что же, тут уже 45-й уровень. То есть, практически на уровне, да, на грани мы с вами играем. Потому что тигр и муха 51-го уровня. То есть, разница в 5 левелов. И мы прекрасно знаем, что эти 5 уровней разрыва вообще ни о чем не говорят. Они все равно здесь сильнее. Такое впечатление, что они хоть и 45-го уровня, но как будто они в платиновом ранге. Вот зачем Тимми здесь взял провокацию, я ума не приложу. Он же здесь может так у нас хорошо отгребсти. Причем от всех. Но мы пока, да, мы пока здесь с вами довольно неплохо справляемся. Причем они промахиваются. Зачем надо было тратить суперудар на Тлю? Вообще не понимаю. Но все знают, что такое Тля. Тля это мутированный бронированный таракан. Так, здесь у нас кто? Донателло. Донателло и Донателло Космос. Бумс. Мне кажется, что здесь самый сильный вот из этой вот компашки это Донни Ведения. Потому что он и провокацию ставит, и удар у него кувалдой совсем не кислый, поверь мне. Вот он взял провокацию на себя. Посмотрим, что мы можем здесь сделать. Так, вешает крит урон. Ну, тут понятно, ребят, тут мы справились. Довольно быстро и довольно хорошо. А вот теперь мы переходим с вами на следующий эпизод, где нужно задуматься о том, будем ли мы с вами брать туда муху, да, и шархана. Донателло ролевой. Отличная ДНК. Очень нам пригодится. Ух. Ну что? 55 уровень. Ты понимаешь, да, какие риски здесь? Риски очень большие. Поэтому я, наверное, уберу их. В принципе, и Тимати тоже здесь, он слабоват будет. Для этой команды 59 уровень всего. Но я попробую сам лично сыграть. Может быть, что-то здесь дополучится. Может, мы пройдем все-таки этот уровень с вами идеально. Без, как говорится, жертв. Так. Главное, чтобы не трогали Тимми. И все. Тогда будет хорошо у нас. Здесь 4 волны. Мы с вами на второй. Можно, в принципе, с этими охламонами в 2 раза быстрее разбираться с помощью наших суператак. Так, мы переходим на третью волну. Тимми ни в коем случае не стоит брать провокацию. Иначе его тут просто распишут моментально. Я, кстати... Ага, вот. Все-таки начали они атаковать. Давай вот так вот сделаем. Вау. Они даже умудрились выжить, как ни странно. Видите, атака у Тимми очень никакая, ребят. Слабая. Ну-ка, добьем. И переходим на последнюю волну. Здесь у нас... Оу. 4 черепашки. Так, делаем смертельную волну от Бакстера. Дальше попробуем... Ну, давай так сделаем. С разбегу. Ага, хорошо. Ну, давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Не знаю, зачем, ребята. Можно было бы их просто бомбануть. Ну, я хочу посмотреть. Оттягивай, не оттягивай. А не получается. Надо было, чтобы они от постепенного урона, да. Вот именно этого я и ждал. Чтобы они все от постепенного урона погибли. Ну что, в принципе, друзья, можно попробовать и следующий эпизод. Можно попробовать, но, естественно, уже без Тимати, да. Эпизод 6. Эпизод 6. Давай попробуем. Я рискнул. Здесь 65 уровень. Тимати мы отсюда убираем и будем проходить чисто двумя персонажами. Это очень сложно, на самом деле. Потому что мы... О, еще и грибочки здесь. Так, давай посмотрим, сколько они будут урона. Ух. Друзья мои, ну это вообще изи. Изи, я думаю, сейчас они сейчас за это поплатятся абсолютно все. Хотя, погоди-ка, у них уклонение. Но, слава богу, мы пробиваем. Урон нам вообще, по-моему, беда не наносят. И это круто, на самом деле. Давай продолжать тогда. Хоба. Как говорится, мы с вами пошли в разнос. Хила у нас здесь нету, поэтому, друзья, мы не сможем восстанавливать себе здоровье и переходим на вторую волну. Надо быть предельно аккуратным и как можно больше сохранять, естественно, себе полушечку жизни. О, грибок, а ты не припухли? Заблокировал мне способности все. Я, может быть, хотел только что массовыми атаками попользоваться. Смотрите, потихоньку все-таки отнимается у нас. Да, потихоньку здоровье у Бакстера уменьшается. Железноголовый пока еще держится, но он на один левел все-таки покруче будет, да? Чем Бакстер Стопман. Здесь у нас, ох ты, Шенегами. Тут надо обязательно, ребята, массовые атаки использовать. Потому что Шенегами... Тихо, ой, супер мощная атака. Ай, вы видите, да, сколько нанесла урона? Поэтому давайте ответочку. Да ладно, что это за ответочка такая слабая? Ну, Кунаичи еще со своим веером. Блин. Так, это ты еще и провокацию тут взял, а? Еще и провокацию взял. Ладно, не хотите по-хорошему, будем по-плохому. И переходим к черепашкам Донателло. Четыре штучки. Ну, у нас есть с вами ульта. Ох. Ты серьезно? Ты серьезно? Ты повесил на всех контратаку? Ничего себе. Вот это фокусы, ребята. Вот это фокусы. Блин, по-моему, я не пройду здесь. Бедный железноголовый мой, а? Ребята, я делаю вот такой шаг. Я знаю, я знаю, что это очень плохо. Другого выбора у меня не было. А, контратаки не было. Отлично. Значит, это всего лишь на один удар было. Ага, супер ульта пошла. Слушай-ка, скорее всего, пройдем. Блин. Не заметил, что Донателло взял провокацию. Еще и хилится. Блин. Блин, да вы достали уже все в корень здесь. Ой, в кому прилетит? Слушай, по-моему, я железноголового сейчас потеряю. Я, друзья мои, его потеряю, судя по всему. Потому что у меня ни одной ульты нету. Да ты достал уже своими массовыми атаками. Блин. Да я попробую ракету пустить. Ага, минус Донни. Железноголовый. Мне будет тебя не хватать. Да, друзья мои. Двумя персонажами очень сложно проходить. Тем более, когда у тебя нету супер атак. Не вышло у меня. Но если постараться... Знаешь, как мы можем с тобой пройти этот этап? Если мы возьмем с тобой всех черепа... Ой, всех черепашек. Всех героев. Ну, я думаю, ты понял, да? Про что я? Смотри. Мы берем вот эту всю нашу команду. Я прекрасно понимаю, чем это все грозит. Но, тем не менее. Они сейчас грибы будут делать массовые атаки. Естественно, кто-то у нас здесь будет падать. Но, смотри-ка, нам повезло почему-то на этот раз. Заряжаем. Хорошо. Пока вся команда в сборе. Угу. Здесь. Здесь мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Не будем здесь тютюкаться с ним слишком долго. Переходим дальше. Так, здесь грибочек. Вот здесь надо быть предельно аккуратным. Отхил. Отхил я пока, наверное, не буду делать. А мы попробуем с тобой вот так вот бросить. Может быть, сработает. Нет, не сработало. Конечно же, не сработало. Понижение брони тоже не сработало. Ну, провокацию, естественно, брать не стоит. А вот этот грибок я, наверное, попробую подбить. Понятно все. С тимми все понятно. Пошли массовые атаки. Естественно, сейчас мы с вами потеряем, скорее всего, муху, потому что они будут бомбить именно ее. Надо было все-таки успеть использовать отхил. И смотри, что самое интересное, ребят. Они повесили уклонение на всех. Сейчас тут начнется разбор полетов. Они будут бомбить, наверное, на самых слабеньких, да? Тимми этот сейчас своей провокацией. Ну что, давай попробуем волну запустить. Минус гриб. Так. А, забыл совсем, что провокация же тут. Мы, естественно, промахимся. Давай попробуем повесить крит урон. Так, ну ладно, пускай бомбит Бакстера. Это как бы не критично для меня. О, массовая атака. Вот это вот самая мощная атака, ребята. У Кунаичи. Сейчас, по-моему, тигра потеряем мы с вами. Надо пробивать. Надо пробивать нам Тимми как можно быстрее. Отлично, пробили. Так. Провокацию. Так вот и хочется взять провокацию именно на нашего Тимми. Потеряли Шархана. Сейчас, ребята. Что она опять? Блин. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы у меня Тимми дожил до последней фазы. Но это... Подожди-ка, это реально. Это реально, ребята. Ну что, вот они все черепашки, да? Дони, фигони и так далее и тому подобное. Нам нужно вот этого попробовать наказать в первую очередь. Чтобы он не захиливал. Так, в Бакстера. Ну, мы потеряли, конечно же. Так, вот. Давай их бомбанем. Есть. Есть, ребятушки. Так, луч. В кого полетит луч? В Бакстера, да, наверное? Ну, естественно. Потому что у него меньше всего здоровья. Выпускаем наших маузеров. Изи. Вот, ребята, вот и все. Благодаря тому, что я взял командочку свою полностью, мы с вами прошли. Я не знаю, почему это именно так работает. Когда ты идешь наименьшим числом, не проходишь. А вот когда фулл команда, все получается идеально. Что у нас тут? Достижение я получил какое-то. Фу, насекомые. Победите органических тарканов 500. Ну, что же. Тысячу мутагена и две дынка на шреддер лишними не будут. Это уж точно. Так, что у нас с вами здесь есть? Так, ну, тут все по-старому. Тут все по-старому. Так, подожди. Что же я хотел посмотреть? А, мы хотели с вами потратить сыр. Сыр вот здесь вот на этом испытании и пофармить черепашек. Вау, Дон Донатала Космос. Это уже неплохо, ребят. Это уже неплохо, поверьте мне. Маяк. Этот, зачем он мне зал... Ну, он бух Донни, ну зачем? Последняя попытка, ребят. Вот, вот об этом я и говорю. Вот об этом я тебе и говорил. Что, видишь, я потратил сейчас 4 попытки, сделал всего лишь одна из них удачная была. Это несправедливо, я считаю. Это несправедливо. Что у нас там по заданиям с вами? Поднять уровень персонажа. Сколько у меня мутагена? Покажите, пожалуйста. 17 тысяч. То есть мне не хватит, да, Бакстар Стокмана перевести? Нет, не хватит. А переводить кого-то надо, чтобы выполнить все эти задания. 210, ничего себе. 210 сюриков получил. Ну, давай... Кого-нибудь слабенького переведем. Ну, например... Ну, давай Рафаэль Ведения. Давай его переведем. 1600 всего потратим. И заберем наш весь полностью реворд. Вот таким вот образом. В принципе, друзья, я думаю, что можно закругляться на этом. Навыки. Нет, надо все-таки Бакстар Стокмана перевести на 80 уровень. Потом взяться за Зека. Тоже перевести на 80 уровень. Конечно же, Армагошу хотелось бы. Да вообще всех хотелось бы. По большому-то счету. Но понимаешь сам, да, что это нереально. Если бы у меня мутаген сыпался бы тоннами на меня, то, конечно, бы мы с вами все это сделали. А так вот потихоньку, потихоньку, и все у нас будет хорошо. 70... О, кстати, мы можем с тобой приобрести 100 телепортов. 100 телепортов. Или же немножечко подождать и купить сразу же 250 телепортов. Ну, пока у нас есть, да, мы, наверное, не будем с тобой тратить. Единственное, что я хочу сделать, это пока у нас есть с вами пицца, хочу попробовать найти некоторые элементы, которых нам не хватает. А не хватает нам два джойстика. Давай попробуем. Вот здесь вот. Так, один мы нашли. И второй нашли. Надо же, какая, друзья мои, удача. Ну, придется потратить 5000 мутагена. Но зато мы прокачаем по фулке. Ну, в данный момент, который мы сможем доступной, да. Потом, конечно, нужны будут вот эти вот всякие эмблемки. Но, тем не менее, пассивочку мы прокачали до шестой ступени. Следующий, кто у меня идет, это зэк. Ну, у зэка, по-моему, все прокачано, да? А нет, нет. А я не знал, что у меня лазерный томагавк всего лишь с четвертой ступени. И полный заряд тоже с четвертой ступени. Это нужно будет все исправлять. Но искать нам придется здесь очень много ингредиентов. Чеп-планшет, очки 10 штук, колбы 14 штук и 18 наушников. Это только до пятой ступени. Господи, а потом еще шестая. Ну, в любом случае нам деваться некуда. Давай начнем. У нас, по-моему, еще пока есть, да, там немножечко пиццы. Поэтому поехали. Наушнички неплохо. Так, здесь как-то сплоховали. И все, все, друзья мои. Закончилась у нас с вами пицца. Закончилась пицца. И мы с вами нашли всего лишь одни наушники из 18 штук, которые нам нужно с вами найти. Все, все, все. Закругляемся, закругляемся и прощаемся. Так что, ребятушки, до новых скорых видосиков и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok